Здравствуйте! Как всегда в это время мы говорим о людях и событиях, заслуживших особого внимания на этой неделе. С вами Марина Конодакова. И вот о чем пойдет речь далее. От цветмета до марганца. Туимский завод вошел в сферу интересов двух держав. Соглашение о строительстве подтверждено на самом высшем уровне. Горняков вывели из простоя. Два региона решили вместе искать план спасения для руды Хакасии. Месяц спустя после пожаров. Кто и что строит в Шира? И много ли работы в поселке у поезда здоровья? Пожары отсрочили выплаты по кредитам. И уже это банкиры считают хорошей поддержкой для погорельцев. 30 лет назад в СССР началась Горбачевская антиалкогольная кампания. Свидетельства тех лет сохранились в архиве ГТРК. Переговоры президента Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня, прошедшие в праздник Великой Победы, напрямую коснулись нашей республики. Главы двух государств закрепили соглашение о реализации крупнейшего российско-китайского проекта. А площадка для него как раз станет Хакасия. Рядом с поселком Туим будет построен завод по производству металлического марганца, который имеет стратегическое значение для экономики всей России. О чем идет речь? Подробнее смотрите в следующем материале. Соглашение о строительстве завода подписывают гендиректор компании Чексу ВК Виктор Хроленко и руководитель китайской государственной компании Синастил Ван Цзянь. Российская компания нанимает зарубежного инвестора для строительства завода по производству металлического марганца, незаменимого при выпуске стали. Сейчас значительная доля марганца импортируется из Украины, поэтому России необходимо собственное сырье. Чексу ВК владеет лицензией на одно из крупнейших месторождений марганца в Кемеровской области, на границе с Хакасией. Компания построила к нему дорогу и последние несколько лет искала площадку для переработки руды. В отличие от соседнего края, республика готова принять у себя инвестора, а он обещает строить свой бизнес в соответствии с интересами региона. В первую очередь простых жителей может интересовать вопрос об экологии. Производство металлического марганца не то же самое, что несостоявшийся феромарганцевый завод в Красноярске, что в Чексу ВК обещают доказать местным жителям на конкретных примерах. Нам нужно проходить главгосэкспертизу, и все требования и нормы российского законодательства, они будут выполняться. Перед тем, как завод будет запускаться, будут проведены еще раз на территории Туима общественные слушания, где из жителей тоже Туима будут сформированы делегации тех, кому жители доверяют в Китай, чтобы посмотреть аналогичные предприятия. И еще раз будет проведено одно собрание, где все специалисты ответят. Мы вывешиваем на стенде показатели после проекта завода. Это будет не раньше, чем через год. Какие показатели, какие выбросы, розы ветров и все эти вещи. И на общем собрании мы ответим на все вопросы. Со своей стороны китайцы, которые будут строить завод, обещают применять самые современные технологии, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным. Это обязательно условия контракта. Госкомпания Синастил – один из лидеров мировой металлургии и всего, что касается марганцевого производства. Поднебесная настолько заинтересована в проекте, что готова его прокредитовать на 4,7 миллиарда юаней. Отказ от привязки к доллару впервые применен между Россией и Китаем. Договор предусматривает сдачу завода под ключ. А так как это совершенно новое производство, не то что для Хакасии, но для России в целом, зарубежный инвестор также обязуется обучить и простажировать в Китае отечественных специалистов, чтобы было кому работать на новом заводе. Отношения России и Китая экономически крепкие, а этот проект позволит им развиваться еще больше и нарасти деловые связи. И мы заинтересованы не только в экспорте китайского оборудования и китайских специалистов, но также в том, чтобы задействовать местное население, создать новые рабочие места. Ожидается, что будет создано около 2,5 тысяч новых рабочих мест. Само строительство завода начнется примерно через год. Работы по контракту должны завершиться практически за 4 года. Если все пойдет по плану, в обозримом будущем Хакасия станет мощной промышленной площадкой, которая будет кормить всю страну не только алюминием, лебденом и углем, но и марганцем. Марина Конодакова, Вести Хакасия, События недели. Добавим, в прошлом году в Туиме прошли первые общественные слушания по вопросу строительства завода, и большинство жителей поддержали идею. После того, как закрылся Туимский завод цветных металлов, многие остались без работы, а сам поселок был обречен на выживание. С появлением нового предприятия, надеются люди, в поселке наконец появятся работы и деньги. На лучшее надеются и на другом конце республики. В четверг горники Абазы и Вершины Тёи после двухнедельного простоя вышли на работу. У рудников появились перспективы после того, как власти Хакасии и Кемеровской области решили сообща бороться за интересы своих жителей. По ту сторону баррикады – компания «Евросруда», политика которой едва не поставила крест на Абазе и Вершине Тёи в Хакасии и Кузбасском поселке Мундыбаш. Тему продолжит Елена Крылова. Вершина Тёи, митинг, горники. Две недели назад таежный поселок снова был на грани отчаяния. Из-за того, что единственный покупатель сырья – компания «Евросруда» – снизила закупочные цены. Рабочих отправили в простой. Сырьё подешевело настолько, что выгоднее было платить людям две трети зарплаты, чем работать себе в убыток. Пострадала не только Хакасия, но и Кузбас. Там без работы оказался горнообогатительный комбинат в Мундыбаши. Не допустить социального взрыва – главная задача властей, поэтому два региона оперативно договорились вместе искать выход из ситуации. Будет создана рабочая комиссия, которая определит, как сохранить подразделения руды Хакасии. Сроки крайне сжатые. Предложения от каждой стороны должны поступить в течение одной недели. Ещё меньше четыре дня даётся компании «Евросруда» на то, чтобы она определила компромиссную цену сырья. И есть вероятность того, что бизнес прислушается к мнению властей. В ближайшее время мы надеемся увидеть положительную реакцию на те предложения, которые внесены комиссией. Потому что я ещё раз подчеркну, что комиссия на достаточно серьёзном уровне. И сегодня, в общем-то, эти компании, они являются в том числе и социальными партнёрами. У нас также подписан меморандум между компанией «Евросруда» и правительством республики Хакасии. И мы надеемся, что все эти положения по социально-экономическим отношениям будут выполнены в полном объёме. В нашем правительстве сильно рассчитывает на проведение независимой экспертной оценки, которая бы показала реальную цену железнорудного концентрата. Сейчас она не позволяет предприятию стабильно работать и развиваться. Ожидается, что решение проблемы должно быть найдено за два месяца. Именно этот срок держат в уме горняки. Понимая, что от риска потерять работу они пока не застрахованы. Елена Крылова, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия, События недели. На этой неделе исполнился месяц со дня апрельской трагедии в Хакасии. Этого срока следственным органам хватило на то, чтобы обозначить третьего фигуранта в серии уголовных дел по факту халатности, приведших к пожарам. Им стал бывший глава ШИРА Юрий Ковалёв. Предполагал ли тогда Юрий Ковалёв, что его также, как и начальника местной пожарной части и руководителя Республиканской противопожарной службы обвинят в халатности, теперь об этом можно только догадываться. Добавлю лишь, что часть местных жителей критикуют работу и сельских властей, и службы 01, которую они показали 12 апреля. Восстановление жилья сегодня главная и самая трудная задача. Многим погорельцам через суд нужно доказать свой статус пострадавших. И только после этого им начнут строить дома. К тем же, у кого есть документы, и кто определился, где хочет жить, уже пришли строители. Не дожидаясь формального утверждения всех правил, власти форсируют процесс. Иначе можно просто не успеть к сроку. Там стояла баня, там коровник, у меня был тут синовал, здесь была у меня мастерская. Со дня пожаров прошел уже месяц, но воспоминания, пережитого надолго, останутся в памяти пострадавших. Владимир Шадрин чудом спас внука, односельчане – жену. И это самое главное. Все остальное – сгоревшие вещи, деньги, дом – со временем появятся. Вот только когда? Мужчина каждый день приезжает на пепелище, чтобы посмотреть, как идет строительство на соседней улице и узнать, начались ли работы и у него на участке. Но пока одни разочарования. Ну, сами видите, что накопали, нарыли, лунный пейзаж, больше ничего пока. Хотя бы приехали, что-то сказали, планы домов, как постройки, как фундаменты делать. У нас вода, две колонки было, воды нету, с водой ничего не известно, будет она, не будет, или нам самим бить. Вы планируете контролировать, смотреть, приезжать постоянно? Да, я сам буду, я жить буду здесь. Потому что, если как они хотят делать, я так не хочу. Дом, который полагается семье Шедриных, один из пяти сотен сгоревших в районе. Непосредственно в Шира огонь уничтожил свыше 400 квартир. Пока же число вновь залитых фундаментов можно пересчитать по пальцам. Мы еще залили только два, только сделали блоки, потому что у нас там БРУ ставится. Там у нас уже третий дом уже готов, только заливать бетон. И вон четвертый дом, опалубку выставляют. Представители барнаульской компании, которая курирует Шира, уверяют, замедленный ход работ вовсе не их вина. Рабочих рук в достатке, техника, материалы. Есть уже смонтирован и небольшой бетонный завод. На сегодня очень медленно идет передача нам участков под строительство. Уже прошел месяц и два дня, мы получили 30 домов, которых вот вчера только вечером. Это вообще ни в какие рамки. Представители местных властей добавляют. Были непонятные моменты, все-таки какую площадь для утерянного семейства, какую площадь дому строить. Но решение на сегодняшний день строителям дана команда строить только по социальной норме. То есть одиноко проживающему человеку положено 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек в сумме 42. Если членов семьи три и более, по 18 на каждого. Качество новых построек строители гарантируют. Реализовывать будут два проекта. Это у нас будет два типа фундаментов. Это сборный железобетон, фундаментные блоки и монолитные. Стены будут из газобетона. Это один вариант. Потом идет утепление минплитой и идет металлосайдинг. Второй вариант – это сборный железобетон. Я просто жил в этом доме. И тепло, и горячая вода, и холодное, и тепло. Лишь около 20% погорельцев пожелали возводить дома на новом месте. Большая же часть – на прежних участках. Предусмотрен договор безвозмездной передачи земельного участка. Когда собственник земельного участка передает данный земельный участок по такому договору, то и подрядная организация, которая будет осуществлять строительство. Данный договор безвозмездной передачи очень короткий по сроку. То есть он заключается на период именно строительства. Если говорить более точно, то на 11 месяцев. Местные власти уверяют людям, не стоит беспокоиться. Свою землю никто не потеряет. Анна Ахпашева, Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакассия. События недели. Погорельцы, имевшие кредит в Сбербанке, получат отсрочку по выплате долгов. Так финансовое учреждение решило поддержать пострадавших. Сколько людей смогут воспользоваться предложенной помощью, и почему даже чрезвычайные ситуации не могут списать долги, мы спросили у самих банкиров. Есть форс-мажорные обстоятельства в договорах. Люди об этом не знают. Они и договора-то сгорели. На сельском сходе в селе Кожухово погорельцы обсуждают свое будущее. Деревня сгорела дотла, осталось лишь два дома. Десятки семей теперь думают о том, как им восстановят жилье. И о том, как им возвращать кредит банку. Редкий россиянин сегодня не сидит в долговой яме. Они сейчас сидят за головой, схватились, где нам деньги взять, мне платеж подошел. Они говорят, вот если бы вы умерли, ваша семья бы не платила. А то, что нам не за что платить. У многих на окна взяты, суды оформлены. Какие окна? Пожары 12 апреля вынудили банки проанализировать свои списки заемщиков. Прежде всего это сделал Сбербанк, клиентами которого являются 40 тысяч жителей пострадавших территорий. 117 из них, по данным финансистов, потеряли жилье. И именно им банк готов предоставить отсрочку по платежам. В ближайший год погорельцы могут или вносить часть платежа, или не платить вовсе. Минимальный пакет документов для этого необходим. Это заявление и паспорт с пропиской, либо с временной регистрацией. Ну и, соответственно, справка о том, что наш клиент пострадал. 117 заемщиков – это явно не окончательное число. Списки до сих пор уточняются, так как многие сельчане в суде доказывают свой статус пострадавших. Информации о том, есть ли среди них те, кто оформлял ипотеку, а теперь потерял жилье, в учреждении пока не располагают. Зато известно, что один из погибших в пожарах брал кредит в Сбербанке. Будет ли ему прощен долг – сейчас решается. По правилам, лишь смерть заемщика является тем форс-мажорным обстоятельством, при котором кредит может быть списан. И то, если у клиента не осталось никакого наследства. Таким образом, надеяться на то, что массовые пожары могут стать поводом для того, чтобы не возвращать деньги, нельзя. Кто-то, естественно, хочет, чтобы ему все списали. Да, я понимаю, что есть всякие ситуации жизненные. Дальше будут их дети жить. Какой они, например, будут подавать своим детям? Какой они, например, будут подавать своим соседям, своим согражданам, своим землякам? Ну, конечно, интересно взять деньги и их потом не отдать. Это нормальное человеческое желание, но это не по-человечески. Впрочем, пока конфликтных ситуаций между банком и погорельцами не было. Напротив, по данным финансистов, ряд клиентов, несмотря на потерю имущества, продолжают исправно платить кредит в срок. Тех же, кто до сих пор не заявил о себе, очень ждут в Сбербанке. Льготный режим ограничен. И тем, кто не успеет в срок, в конечном итоге придется пеней платить за свою забывчивость. Скидок на чрезвычайную ситуацию уже не будет. И на этой неделе на помощь пострадавшей территории поспешил поезд здоровья. Услуги медиков, как всегда, пользовались большим спросом у людей. Подробности в следующем репортаже. На станцию Шира, Красноярский передвижной консультативно-диагностический центр доктора Воина Ясеницки и Святой Лука прибыл ранним утром в четверг. Железнодорожники определили составу из десяти с лишним вагонов самые удобные пути. Пациенты начали подтягиваться буквально с первых часов работы врачей. Однако особый наплыв наблюдался после обеденного перерыва. У регистратуры очередь, но суеты нет. Пациенты уверены на прием. Он длится до 18 часов. Попадет каждый. Ольга Малахова впервые побывала в поликлинике на колесах в прошлом году. Сегодня вновь приехала и свыркала, чтобы пройти обследование. Терапевта, кардиолога. Мужа хотела, она офтальмолога, но на завтра хочу записаться. Очень приятные впечатления остаются после поезда этого. Врачи очень даже внимательные. Нам очень понравилось, потому что отношения очень хорошие. Внимательные. Очень все выслушают, все проверят. Мы к Глазному ехали, но сейчас мы всех пройдем. Здесь в одном комплексно. В Абакан надо ехать, здесь получить направление ехать. А здесь комплексно все. В среднем дневная пропускная способность поезда здоровья до полутора сотен человек. При себе нужно иметь паспорт, детям свидетельство о рождении и медицинский полис. А вот в кабинет УЗИ, рентгенологический и процедурный, можно попасть только по направлению врача. Если такого документа нет, его выдаст местный терапевт. Наталья Начинова привела в поликлинику на колесах маленького сына. Малышу нужна консультация педиатра. В общей сложности в поезде здоровья прием ведут 17 докторов. Помогают им более двух десятков медсестер. В этом помещении работают рентгенологи. Оборудование миниатюрное, приспособленное специально для вагонов. Это маммографический аппарат. На этом аппарате делаются снимки молочных желез женщинам старше 40 лет для выявления патологии молочных желез. Более того, здесь же можно обследовать легкие, а также сделать снимок зуба. С последним отправятся в соседний вагон к стоматологу. В этом купе разместили УЗИ-оборудование. Наисовременнейшее. Пациентов хоть отбавляй. Не меньшей очереди у кабинета Лора. Здесь тоже все обустроено по последнему слову техники. Я туда залезу недалеко. Тебя касаться не буду. В воздухе. Как сейчас вот здесь. Потому что если я к тебе прикоснусь, я визор закрою и ничего не увижу. Поэтому я тебя не касаясь там все посмотрю-посмотрю и уйду. Все дела. Особенно большая по площади клиника диагностическая лаборатория. В одном кабинете пациент сдаёт кровь, в соседнем проводит исследование. На анализы в поезде здоровья времени уйдёт в разы меньше, чем в обычной поликлинике. Весь спектр час двадцать. Сюда ещё входит общий анализ мочи, определение сахара и биохимическое. Это минимум по времени, да, и минимум по количеству крови. Поезд здоровья курсирует по Красноярской железной дороге уже около десятка лет. В Хакасию прибыл в третий раз. Обычно медики принимают наших пациентов в июне, но в связи с пожарами ситуация немного изменилась. Врачи посчитали, что погорельца могут потребоваться дополнительные осмотры и приехали раньше. На станции Шира передвижной диагностический центр дежурил два дня. В пятницу вечером отправился в ИЮС. Там пробудет всю субботу, а 17 и 18 мая доктора будут ждать на приём жителей Копьёва. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. В эфире Вести Хакасия, События недели. С вами Марина Конодакова. А сейчас о важной дате в истории всего постсоветского пространства. В этот день, 30 лет назад, было принято знаменитое постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Что после этого началось в стране, до сих пор свежо в памяти старшего поколения. Производство спиртного резко сократилось. Магазины закрывались, у тех, кто попадался на выпивке, были серьёзные неприятности на работе. Даже малейшее употребление алкоголя возводилось в преступление, так что жертвами компании стали не только злостные пьяницы, но и обычные советские граждане, позволившие себе рюмку-другую. Люди начали варить самогон и торговать спиртным из-под полы. И как бы ни старалась милиция, ничего с этим поделать было нельзя. Один из эпизодов разоблачения мы нашли в нашем архиве. Милиция поймала мужчину, который продал на центральном рынке бутылку водки. Скажите, пожалуйста, за сколько вы купили бутылку? За 20 рублей. А у вас возникла такая необходимость? Попросили ребята. Ну вам не было неприятно, что вы обогащаете спекулянта? Я не буду поворачиваться. Ребята попросили. Деньги их. Скажите, какая прибыль у вас на одной бутылке? Я не продаю вину. А вот сейчас товарищ сказал, что у вас купил за 20 рублей. Он не покупал вину. Я не продавал. А вы сокровитали? Наверное, так. Борьба за трезвость – дело нужное. Но сейчас, спустя 30 лет, Михаил Горбачев признал, что компания 1985 года была ошибкой и одним наскоком сделать из людей трезвенников невозможно. Нужна долгосрочная борьба с алкоголизмом, к которой в России еще только предстоит прийти. Совсем немного времени осталось до сдачи единого госэкзамена. Какие особенности ЕГЭ есть на этот раз? Моя коллега Наталья Чудина спросила у министра образования Галины Салата. Также они затронули тему помощи сгоревшим селам. Здравствуйте, Галина Александровна. 25 мая 11-ти классники у нас дают первый экзамен по ЕГЭ. Вот расскажите, какой это будет экзамен и вообще давайте поговорим о том, что у нас в этом году снова нового. Добрый день. В этом году у нас 2734 человека сдают выпускные государственные экзамены, которые будут проходить в форме единого государственного экзамена. 25-го действительно по всей стране пойдет первый день государственного экзамена. Это экзамены, которые будут проходить по географии и по литературе. Какие у нас предметы являются самыми выбираемыми? Вы знаете, традиционно по всей Российской Федерации и не исключением является наша республика, самым выбираемым предметом остается общество знания. В этом году по республике его сдают более 52%. Историю, например, сдают меньшее число учащихся, где-то около 21%. Такой экзамен, как биология, когда-то очень популярный экзамен, очень большое число ребят его сдавали, сдают 19%. Нас очень радует, что впервые увеличилось число ребят, сдающих физику. И в этом году где-то около 21% ребят сдают этот предмет. А сколько у нас в Хакасе организовано пунктов сдачи ЕГЭ? У нас организовано в этом году пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, их всего 20%. Это связано с тем, что по всей Российской, опять же, повторяю, Федерации идет оптимизация пунктов проведения экзаменов. Какие новшества в процедурных моментах в этом году? Есть в этом году процедурные новшества. Первое – это то, что экзамены нужно сдать в основной период. Так называемый дополнительный период уже ушел из практики. В основном периоде будут по-прежнему резервные дни. И те ребята, которые по уважительным причинам пропустили какой-то экзамен, они смогут пересдать его в резервный день. Те ребята, у которых экзамены оказались неудачные и по одному из предметов, обязательных предметов, они получили неударительную оценку, тоже могут в резервные дни пересдать. А все то, что называется переиздачей в дополнительные сроки, уносится на сентябрь месяц. Там любой выпускник может переиздать экзамен по основному предмету или переиздать экзамен по предметам по выбору. Хотя процедурные моменты еще не определены, но известно, что это будет сентябрь. Время сдачи экзаменов пока неизвестно, но мы понимаем, что если сентябрь, это уже завершится вся приемная кампания в учреждении высшего профобразования. У нас 12 апреля сгорело в Хакасии две школы. Где и как будут сдавать экзамены ребята из этих школ? Это у нас малокомплектная школа, где обучалось небольшое число детей, 7 и 6 человек начальной школы. Поэтому детки еще не доросли до выпускных экзаменов. Они продолжили обучение в ближайших школах. Очень важно было получить мнение жителей села. Да, вернутся они к местам проживания, где сгорели их дома. Но и оба населенных пункта, и Кожухова, Кожухова в Орженкинзевском районе, и Кагаева в Орженкинзевском районе, жители приняли решение, что они вернутся, будут жить по месту своего прежнего проживания, поэтому школы будут строиться. Обе школы будут построены вновь. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Всего доброго нашим детям. 9 мая прошло, но память о ветеранах должна жить независимо от праздников. 70 лет прошло со дня окончания войны, но до сих пор увековечены имена не всех фронтовиков. В деревне Горюнова Новомарьясовского сельского округа в честь 70-летия Победы наконец установили памятник героям Великой Отечественной. До этого его просто не было, и местным жителям некуда было пойти и отдать дань памяти ветеранам. В юбилейный год это уже никуда не годилось. И актив Горюнова обратился к районным властям с просьбой изготовить и установить обелиск с именами солдат, ушедших на фронт из их деревни. Какие бы ни были финансовые трудности, администрация нашла возможность изготовить пусть и скромный, но памятник. Часть работ сделана в долг, но под честное слово властей. Вложено было на сегодняшний день 115, но часть еще находится в долгах, то есть я должен вернуть эти деньги, то есть люди пошли даже мне на встречу, благодаря тем я хочу сказать большое спасибо, пользуясь телевидением, за понимание, за поддержку меня, потому что знают, верят. Я думаю, что со временем мы с ними рассчитаемся. Властям надо будет не только закрыть долги перед предпринимателями, но и доработать мемориал, благоустроить территорию, а также внести новые имена. Дело в том, что сейчас на памятнике значится 34 фамилии, но на самом деле ветеранов из Горюнова было больше. Все это глава сельсовета обещал доделать в лучшем виде. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и настроя на новую полноценную рабочую неделю. Всего хорошего и до новых встреч.